Итак, друзья, всем приветик! Приступаю к распаковке аппарата Aukitel. Сразу замечу, моделька не свежая, но меня попросили подписчики. Я по приколу эту просьбу передал производителю. Производитель сказал, бля, да не вопрос, сейчас пришлем. Я был в шоке, но если уж присылают, почему бы не сделать обзорчик. Начнем, само собой, с распаковочки. После этого я его длительное время буду использовать как основной. Ну, хотя бы там неделю, может две. Для меня это длительное время, для кого не знаю, может быть короче, может длиннее, неважно. Суть в том, что за это время я попробую сформировать о нем мнение и, соответственно, вам потом расскажу все, что я подумал, и какие мысли пришли, и какие косяки найдены, и как их можно, например, обойти, если это возможно. Ради чего, на самом деле, у меня канал и существует. Помогаю людям, если даже найдены косяки, пользоваться устройством, не зная проблем, пока производитель не исправит данные косяки. Как вы видите, в комплекте у нас идет инструкция. Я надеюсь, русский тоже будет. Английский, немецкий, итальянский, русский, пожалуйста. Аккумулятор у нас здесь 10 ампер. Круто. 18 ватт зарядка, но это уже средненько, но в те времена, когда эта модель была новинкой, это было тоже хорошо. Слот для сим-карт и карты памяти одновременно, но на выбор либо то, либо то, как я понял. То есть либо две симки, либо симка и карта памяти. Если, опять же, я правильно понял, проверим, когда откроем. Также написано, как использовать, как обслуживать, как что, куда включать. SAR менее двух. В общем, чтобы хоть кто-то писал другое, я ни разу не встречал. Гарантийная карточка, краткий запуск и скрепочка для извлечения сим-лотка. Далее у нас идет порт Type-C на USB Type-C на USB Type-A, причем 2.0, нифига не синенький. Зарядочка. 12 вольт, полтора ампера, того 18 ватт. То есть стандартная МТК-шная быстрая зарядка. И извлекаем само устройство. Но я, как всегда, попросил в рыженьком. Люблю я рыженький цвет. Извлекаем сразу, точнее, отклеиваем IMEI, чтобы не портить их, поскольку я помню, что эти наклейки обычно плохо сделаны специально, чтобы с них все стиралось. Да что ж ты не слезаешь-то? Вот так вот. Плюс они делают менее красивым корпус, над которым работала куча дизайнеров. Надо его открыть и дать возможность корпусу красоваться, как он может, при максималочках. Что мы видим? Сзади у нас муляж динамика и динамик. Место для крепления ленты, ну или резинки, кто чего крепит, как говорится. Здесь у нас NFC-антенна, даже подписано. Глазок второстепенный, основной камер. Подсветка, обычная подсветка, инфракрасная, как я понимаю. На нижнем торце у нас микрофон с большим отверстием, чтобы водичка побыстрее вытекала. Заглушка под заглушкой Type-C. Видно, что провод обычный, не удлиненный, потому что близко перегородка. Мы ее глазками хорошо видим. Заглушка вставляется с усилием, но небольшим. То есть пальцем, в принципе, если бы ноготь был, я мог бы вытащить. Слева у нас опять программируемая кнопка. Также заглушка на сим-лотках. Вот тут она уже посерьезнее держится. Ну, блин. Сейчас оторву ее при первой же разборке. Нет. Выжила. Так. Далее у нас, как всегда, в отверстие нужно нажать. Да? Да. И вот здесь вот ее подцепить. Вот тут молодцы, кстати. Очень грамотно сделаны крючочки. Сейчас попробую сделать, чтобы их видели. Вот. На белом фоне корпуса. Ой, упаковки. За крючочки очень удобно вытаскивать. Далее вытаскиваются уже руками. Ну и вставляете ваши симки или карту памяти и симку, если захотите. Так. Где первая, где вторая? Ой-ой-ой. Ну ладно. Будет так. Если будет наоборот, потом переставлю. Очень мелкий шрифт. Это надо было приглядываться. Сейчас утро. У меня глаза еще пока не настолько способны утром приглядеться. Нужно часа три, чтобы глаза нормально раскачались и смогли макро фокусировать. Ну, это я так уже на технических. Так. Что еще приятно? Вот здесь у нас либо клапан давления, либо второй микрофон. Ну и больше никаких органов управления или дополнительных моделей я не вижу. Фронталка у нас в левом верхнем углу. Как вы видите, под нее даже в пленочке выборка. Вот. Ее очень хорошо видно. Приближение освещенности, видимо, здесь. Тоже не зря тут ярлычок в сторону сдвинут. И пробуем снять верхнюю транспортировочную, не зацепив нижнюю защитную пленку. По-моему, редкий случай. Я ее снимаю даже без повреждений. Чаще всего я это все дело повреждаю и пускаю волну. Снимать надо, поэтому вот так вот на бок. Тогда волны не будет. Продолжаем. Включаем. Сим-карты у нас уже установлены, поэтому ругаться он не должен. Экран не AMOLED, если что. Поэтому слишком сильно светиться он не должен. Но я надеюсь, что запаса яркости хватит для того, чтобы днем, при дневном свете, мы могли свободно видеть экран. Но, опять же, это все будет уже в обзоре, в распаковке. Я этого понять не смогу. На улице я сейчас не побегу. Хайве. United States. Не хочу United States. Хочу Россию, русский, начать. Первая карта МТС. Я угадал. МТС угадал. МТС угадал. То есть выбор, с чего посылать смски сразу в первом запуске. Это необычно и приятно. Не во всех моделях это есть. Дальше пошла уже от системы. Та же самая куча вопросов. Wi-Fi. Wi-Fi 5 ГГц. Попробуем. Кстати, напоминаю, что распаковка у меня будет на основном канале, а все остальные видео по договоренности с компанией BlackVue от их конкурентов только на втором канале. Поэтому продвигаем второй канал, переходим, подписываемся. Потому что если вас интересуют не только аппараты компании BlackVue, то все основные видео по этим аппаратам будут на втором канале. На первом еще раз говорю, только распаковки и промо. 4G уже пойман. 3G на второй симке тоже показывает. Отображение заряда батареи включено по умолчанию. После сброса настроек. Напоминаю, у нас все уже как с завода. В OLT тоже включено. То есть включать не надо. Но, ребята, молодцы. Получается, в прошивке у вас изначально включено все то, что не всегда производители включают. И частенько приходится самому лезть и включать ручками. Не копировать. Почему нажимаю не копировать? Потому что при переносе данных с одного аппарата на другой, если это разные компании, очень часто возникают глюки. Правда, противоположной стороной этого смысла пользуется у меня ребенок постоянно. Поскольку мы с BlackVue на BlackVue переезжаем, проблем никаких. При переносе с одного BlackVue на другой. пропустить, пропустить. Еще, еще, принять. Если очень много принимать, это будет тяжело. Но если здесь не примешь, то тебе просто не пустят в саму систему. Все. Красивые обойки. Набор инструментов прогрузился первым. В наличии компас. Еще не калиброванный, но уже срабатывает. Это хорошо. Измеритель шума. Это через микрофон. Это неинтересно. Настенный уровень. Проверяется датчик положения. Тоже здорово. Круто. Камера себя показала вроде тоже неплохо. Так, что у нас с гугловского хлама? YouTube Music, YouTube фильмы. Или телевидение, как некоторые называют. Опа. Лаунчер у нас туповатый. Да. Ну, ничего не могу сказать. Лаунчер придется менять первым делом. Потому что я не могу, когда у нас нету снизу менюшки, когда у нас все на экране. Я не айфоновец. Ну, не катит мне это. Ладно, лезем в систему. Ладно, лезем в систему. Смотрим, что у нас на борту. О, телефоне. ВП-16. Номер сборки. 2022 год. 05-06. 6 число 5 месяца. То есть майский аппаратик. Ну, прошивка майская. Так, а дроид-то у нас где? Вот, версия андроид-11. Кисть меня включи, пожалуйста. Вот, появились киски. Теперь при выключении аппарата у нас будет что-то типа томогончи. Три-ни-ни. Можно крышаков ловить. Ну, детям понравилось. Прикол в том, что даже некоторые взрослые с этим поприкалывались. Ладно, лезем дальше. В шторке у нас запись экрана. Модуль NFC включается, выключается. Ночная подсветка. Трансляция экрана не беспокоит. Темная тема. Подводный режим. Что позволяет как бы снимать под водой, не используя сенсорный экран, а пользуясь только кнопками. Ну, в общем, все хорошо. Спецвозможности. Talkback для людей с ослаблениями. Автоповорот. Вибрация. Вот. Обратная связь. Включаю вибро, чтобы можно было ощущать, что ты нажал. Ну, в общем, все классика жанра. Ой. А в жестах у нас что? Скриншот тремя пальцами. Быстрое отключение. А, включение камеры. Включение звука. И меню кнопки питания. Ну, в общем, классическая настройка 11-го дроида от Oukitel. У них все прошивки на 11-м дроиде практически абсолютно одинаковые. FM-радио, само собой, будет требовать наушники, как я и ожидал. Кстати, тут хотя бы на картинке нарисовано, что вам нужен переходник, в который должны быть воткнуты наушники. Не многие так делают. Ну, и давайте проверим микрофон просто с помощью диктофона. Разрешить. Запись включена, он говорит. И графически отображает перепады звуковых волн, которые фиксирует микрофон. Он сохранил или нет? Сохранил. Разрешить. Запись включена, он говорит. И графически отображает перепады звуковых волн, которые фиксирует микрофон. И что мы поняли из этой записи? А то, что микрофон у нас слабенький. Что частенько бывает у компании Oukitel. То есть, видео записывать на него будет очень сложно. Звук будет глухой, как в танке. Пробуем, можно ли это исправить. Звонилка. Набиратель. А все почему? Потому что он замембранный. Он водонепроницаемый. Ого. А в данном случае это просто вызвало. Обидно. Ладно, что я торможу. Я же в инженерку хотел, а не в тестовое меню. 9646633. Шотка звезда. Решотка звезда. Опять туда же. Не дают нам зайти в инженерку. Есть еще вариант. Система. Понятно. На телефоне. Номер сборки. Так, вы стали разработчиком. Система. Для разработчиков. Включен. Хорошо. Звонилка. Фиг тебе. Понятно. Значит, другой набор. Да. Значит, надо узнавать правильный код. Скорее всего, он есть на форуме модели. Лезть в инженерку и пробовать добавить громкости. Но сразу заметил еще раз. Микрофон не очень чувствительный. Для разговоров, когда у вас аппарат рядом с лицом, этого будет достаточно. Но для записи видео будет плоховато. Так что у нас еще полезное можно посмотреть. Если у нас два микрофона, проверяется очень просто. Лезем в звонилку, в настройки. Сейчас. Спецвозможности, по-моему. Да. Нету второго микрофона. Значит, сзади это просто клапан давления. Значит, в этой модели вот это отверстие. Это просто клапан давления. Лезем в камеру. Лезем посмотреть. Ночную съемку. А где у нас ночная съемка-то может быть? Мне тоже. Нет. Это у нас просто ночной режим. Интересно как. А как у нас ночная камера включается? Кстати, стабилизация есть. Логотип отдельно включается. А как у нас ночная камера-то? Она же тут есть. Как сейчас понимаю. Идиоты. Они монохромом назвали ночную камеру. Вот они. Инфракрасные диоды светятся. Но они это назвали монохромной камерой. То есть, обычно во всех камерах монохром это черно-белое просто. Ну, просто отключаются цвета и все. Здесь ночная камера спрятана за названием монохром. Ну, ладно. Спая специфика у данной модели. Кривости перевода. Не удивлюсь, если на английском все нормально. И только при переводе на русский получилась такая лажа. Человечку, который отвечает за перевод, видимо, картинки не показали. И не объяснили вообще зачем это. Но он написал как смог. Так, клавиши громкости можно сделать зумом. Можно громкостью. Можно захватом. То есть, фотографированием. Господи. Спуском затвора. Господи, вот переводы прикольные. Нет, в принципе, заметьте, все по-русски. Но вот только вот на таком вот русском. DuraSpeed изначально, кстати, в настройке вынесено. Это прикольно. Учитывая, что аппарат использует DuraSpeed. То, что она легко доступна, это очень даже хорошо. Ладно. Приступаю к тестированию аппарата. И далее уже будет его нормальный обзор с рассказом своего мнения. Но замечу только коротко, что если учитывать, что это 10 ампер, то компактность корпуса меня радует. То есть, он такой относительно приятный, небольшой и удобный. И в руке сидит. Кстати, защита экрана в наличии, видите, да? И по бокам очень маленькие бортики. И сверху, снизу довольно-таки серьезные борты. То есть, такого бояться он явно не должен. Всем спасибо. Всем пока. Какая-то латуха, это кит LVP16, идет в тестирование. Обзор будет на втором канале. Советую подписаться и нажать на колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok